Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания. Опубликованные книги «Сокровище искусства. Картина знаменитых мастеров в художественной репродукции в фотографюрах. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа издательства 1904 года. Алессандро Бонвичино прозванный Моретто. Брешинская школа. Святая Юстина. На южном склоне Альп стоит Брешия. Самый обширный и красивый город этой местности, раскинувшийся вокруг высокой старинной крепости. После того, как знаменитый кондотьер Калеони присоединил этот город к венецианским владениям, проникла в него венецианская образованность и пышно, хотя и ненадолго, расцвело в нем искусство, отразившее себе свойственное венецианской школе благородство и красоту. Брешинскую живопись прославили главным образом два художника. Романино и Моретто. Оба они отличаются исканием величественности форм и роскошью красок. Романино порывистость и пылкость в тонах. Колорит Моретто более сдержан и холоден. Романино оставил намного фресок. Моретто большое число алтарных образов, между которыми особенно замечательно большая картина, принадлежащая Венскому музею. Она изображает святую Юстину с кренопреклонными заказчиками этой картины. Святая, величественная женщина с роскошными формами и красивыми чертами лица, похожа на святую Варвару Пальму Старшего, одетая в дорогое платье и мантию, слегка повернул справа и приветливо смотрит на знатного брешенца, гордого южанина с классическими правильными чертами и густой черной бородой, молитвенно сложившего кисти своих рук и благовенно взирающего на свою покровительницу. Слева в ног святой лежит посвященный ей животное и нарог. Пейзаж представляет красивую местность в окрестностях Бреши. Ну вот такое описание картины. Я нашел книги издания 1904 года. Сокровище искусства, картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах Баде Кнампа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok